МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с полицией в рейды отправятся городские лесничи. Здравствуйте! В прямом эфире Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. Чтобы ни одна ель, добытая незаконным способом, не попала на рынок, северодвинские лесничи отправляются в рейды. В прошлом году в ходе подобных мероприятий полиции удалось задержать пятерых нарушителей. В зависимости от причиненного ущерба может расти и ответственность, вплоть до уголовной. Заявки на легальную заготовку новогодних красавиц подали уже первые 70 северодвинцев. Северодвинцы предпочитают натуральное. Впереди новогодние праздники. И многие уже сейчас хотят обзавестись главным символом торжества. И чтобы дополнить атмосферу каникул соответствующим запахом, зачастую люди ставят дома именно натуральную ель. Покупка зеленой красавицы ростом до одного метра на специальном рынке может обойтись в несколько сотен рублей. Для северодвинцев такие цены невелики. Сколько готовы в принципе заплатить за такую елку? Ну, 500 рублей. Ну, маленькую. Если поставить это искусственную, тогда надо хотя бы веточки, чтобы был запах нового года. Вот тогда можно сделать так. Впрочем, ель можно выбрать самому прямо в лесу. При этом обойдется метровая красавица всего в 12 рублей. А высотой до двух или до трех метров в 26 и 41 рубль соответственно. Ну вот рубить дерево можно в строго определенных местах. Самостоятельно едет сам с разрешительным документом, с паспортом и заготавливает елочку сам. Как правило, это места, где не требуется сохранение подроста. В основном используются линии электропередач, линии связи, придорожные полосы. Контролировать процесс заготовки призваны совместные рейды с полицией. В прошлом году задержаны пятеро. Нарушителей штрафы вполне серьезные. От нескольких тысяч рублей до уголовной ответственности. В лесничестве отмечают, согласно изменившемуся областному закону, теперь не существует ограничения по количеству добытых деревьев. Раньше один человек по паспорту мог приобрести только одну елку. Изменения в законе, правда, не дают возможности продать заготовленные деревья. Для этого нужно проводить аукционы. И, соответственно, цена уже будет не та, что отпускается местному населению. Или можно пойти по второму пути индивидуальным предпринимателям и юрлицам. Обратиться с заявлением в те лесозаготовительные организации, которые осуществляют заготовку на территории Северодвинского лесничества. И уже по договору с ними приобрести необходимое количество деревьев. Ну а пока в лесничестве от простых горожан уже приняли первые 70 заявок на вырубку новогодних красавиц. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. В эти выходные в Архангельской области ожидается резкое похолодание. До минус 21 градуса, сообщает Северная УГМС. По информации синоптиков, похолодание связано с влиянием атлантических циклонов. Кроме морозов в регионе ожидается сильный ветер, снег и метели. О других не менее важных событиях смотрите в рубрике «Коротко». Один из архангельских интернет-порталов опубликовал рейтинг молодых политических лидеров региона. Семи жителям Поморья до 40 лет, по мнению журналистов, они известны в области и достигли определенных успехов в политике. В рейтинг сайта вошли депутат Архангельского областного собрания Юрий Шаров, депутат Архангельской думы и специалист по связям с общественностью ТГК-2 Александр Гривцов, министр по делам молодежи и спорта Архангельской области Елена Доценко, член Совета Федерации от областного собрания Людмила Кононова, вице-спикер Архангельской городской думы Максим Карельский, депутат Архангельской городской думы Вадим Дудников, а также Сергей Пивков, депутат Архангельского областного собрания. Примечательно, что в рейтинге успешных молодых политиков региона нет жителей других городов, кроме Архангельска. Мэр Северодвинска Михаил Гмырин предложил кандидатуру начальника управления экономики администрации Олега Попова на должность руководителя вновь созданной в Северодвинске контрольно-счетной палаты. Олег Алексеевич свою трудовую деятельность начал в 1985 году ревизором-инспектором, а затем старшим ревизором-инспектором отдела государственных доходов финансового управления Архангельского облсполкома. Работал в планово-экономическом отделе Севмаша ведущим экономистом, после чего начальником бюро техническо-экономических показателей и государственной отчетности. В администрации Северодвинска Олег Алексеевич работает с 2002 года, с мая 2009 возглавляет управление экономики. Напомним, контрольно-счетная палата, как самостоятельный независимый орган внешнего муниципального финансового контроля, начнет свою работу с 1 января 2014 года. Это решение было принято городским советом депутатов Северодвинска 28 ноября этого года. Ранее действующий контрольный орган был упразднен летом текущего года из-за изменений в бюджетном кодексе Российской Федерации и федеральных законах, регулирующих осуществление финансового контроля. Предложить кандидатуру на столь ответственный пост имеют право мэр, председатель городского совета депутатов, а также группа народных избранников численностью не менее 8 человек. Материнский капитал по предварительным прогнозам в 2014 году составит почти 430 тысяч рублей. А все социальные выплаты будут проиндексированы на 5%, сообщает российская газета. Кроме того, программа материнского капитала может быть продлена до 2025 года. Правительство предлагает разрешить тратить его не только на покупку или строительство жилья, оплату первоначального взноса жилищного кредита или его покошения, обучение детей, но и на оплату лечения матери и ребенка, приобретение земельного участка, поддачное строительство, а также на открытие собственного бизнеса и ремонт жилья. А мэр города Михаил Гмырин продолжает лично проверять жилищников на оперативность и вежливость. На этот раз, без предупреждения, он посетил ЖУ номер 3 управляющей компанией СМУП ЖКТ на Комсомольской 37. Ну, как у нас, значит, дневной механик, значит, мы в течение дня приезжаем. Если, значит, ночью, там вечером аварийная служба приезжает, ну, в принципе, сразу приезжает. В диспетчерской лифтеров ЖУ номер 3 в реальном времени можно следить, исправны ли подъемные механизмы. На момент проверки мэром все лифты функционируют. Не обошлось во время визита и бесконтрольного звонка. На этот раз на потоп диспетчером жаловался заместитель главы города по городскому хозяйству Виктор Никонов. Подойдите, так вы когда подойдете? Сколько мне там плавать-то? А у меня-то неоткуда. Откуда, я знаю, ключи от подвала ушла. Такие действия диспетчера поставили под сомнение. Оперативность в оказании помощи. В деятельности служб не хватает системности, сделал вывод глава города. Вот Комсомольская 37, я куда должен позвонить? Или в диспетчерскую, или в домоуправление. У нас жильцы звонят в два адреса. Это плохо. Они должны звонить куда-то в одно место. Должны в диспетчерскую звонить. Михаил Гмырин отметил и положительное изменение. У всех сотрудников этого домоуправления появились бейджи, а значит посетители к мастерам и начальнику могут обращаться лично. По поручению мэра вскоре будет создана специальная рабочая группа. Она займется повышением эффективности работы муниципальных жилищных предприятий. Кадровые перестановки накануне коснулись 10-й кадетской школы. Контракт управления образования с директором Сергеем Леваднем истек продлевать его с капитаном первого ранга запаса не стали. Исполняющим обязанности директора кадетской школы назначили заместителя главы по учебной работе Елену Рогачеву. Пока на неопределенный срок, но в управлении образования планируют найти нового директора до конца календарного года. Елена Анатольевна сама очень опытный руководитель. Она заместителем работает не первый год. Она сказала, что обстановка спокойная, в коллективе все нормально. И она готова на этот период исполнять обязанности. Трехлетнего вклада Сергея Леваднева в развитие школы в управлении образования не преуменьшают. Говорят, решение далось крайне сложно, но учитывали мнение всего коллектива. Возможно, с точки зрения моих коллег, предыдущий директор несколько увлекся одной составляющей и не совсем придавал значение какой-то другой. Сейчас коллектив кадетской школы готовится к празднованию юбилея учреждения. На должность нового директора в управлении образования будут искать человека, имеющего отношение и к флоту, и к образованию. На примете есть уже несколько кандидатур. Помочь может каждый, но мы уже не раз рассказывали о четырехлетней Кате Лихникевич. Девочка страдает серьезным нарушением двигательных функций. Помочь ребенку могут лишь в немецкой клинике. Однако, если до 31 января не удастся собрать необходимую сумму, то шансов вернуть Кате возможность нормального существования почти не останется. Почти полтора миллиона в такую сумму специалисты оценили 40-дневный курс лечения. Благодаря уникальным методикам ребенок может сохранить еще неутраченные функции организма. Девочка почти не ходит и с трудом разговаривает. Сейчас сбором средств для Кати занимается фонд «Спаси жизнь». Каждый день, скажем так, дорог. Уже на середине февраля ее ждут на лечение комплексное на 42 дня. А из всей суммы 1 миллион 340 собрано только 370 тысяч. И всю необходимую сумму нужно собрать до 31 января максимально. Уже 31 января необходимо начать подготовку к поездке. Получить визы и договориться с клиникой. Иначе место для Кати попросту пропадет. Средства на помощь маленькой северодвинке можно перевести на карту. Ее номер сейчас на экране. Любая сумма может помочь ребенку вернуться к нормальному существованию. Главное сейчас не упустить время, говорят в фонде «Спаси жизнь». Найти работу для этой категории северодвинцев – большая проблема. Люди с ограниченными возможностями ищут место для заработка по несколько лет. В рамках декады инвалидов городской центр занятости населения проводит обучающий семинар «Возвращение к труду». Специалисты отмечают эффективность. Такого метода после обучения инвалида находит работу в течение месяца. На игровом собеседовании северодвинцы с ограниченными возможностями пытаются понять, как нужно себя вести при разговоре с работодателем. Игорь уже пять лет живет на инвалидную пенсию. Куда бы ни пришел северодвинец, везде слышит отказ. Сейчас мужчина мечтает уже о любой работе. В рамках декады инвалидов центр занятости населения проводит для людей с ограниченными возможностями обучающий семинар «Возвращение к труду». В течение недели любой желающий мог принять участие в тренингах. На семинарах группа выявляла свои возможности, рассматривали подходящие варианты работы, учились ориентироваться по поиску в интернете, а также вести телефонные переговоры. Самое важное, говорят здесь, обрести уверенность в себе. Не нужно стесняться того, что есть, то есть. От этого никуда не денешься, от этого никто не застрахован. Во-первых. Во-вторых, значит, уверенность мы в себе обретаем. Ну, наверное, это было бы самое простое – взять за ручку, отвезти и пристроить. Но я сразу говорю, я не кормлю вас рыбой. Я учу ловить рыбу. Моя задача – научить сделать так, чтобы вы сами определили те предприятия, которые для вас, может быть, предпочтительнее и за близость к дому. По словам специалиста центра занятости, некоторые северодвинцы находят работу уже на второй день обучающего семинара. После всего курса инвалиды находят работу в течение месяца. По итогам таких встреч участники заполняют анкету о себе и оставляют в центре занятости. Сейчас проводится набор следующей группы. Люди с ограниченными возможностями могут начать новую жизнь уже с 10 декабря. Марина Хохлова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. Предлагать темы для сюжетов можете и вы. Поделиться с журналистами, наболевшими проблемами, можно в группе ТРК «Северодвинск», в социальной сети ВКонтакте или на сайте «северодвинск.тв». Кроме того, в интернете вы найдете самые последние события нашего города и области. А ровно 521 год назад Христофор Колумб открыл остров Гаити. Это произошло после того, как путешественник побывал на побережье Америки и возвестил всему миру о существовании Кубы. Название Гаити с языка индейцев переводится как «горная страна». Первоначально остров был назван Испаньола, то есть испанский. В 17 веке Гаити перешел под контроль Франции. Местное население было уничтожено, а его место заняли ввозимые из Африки рабы. Сегодня на острове Гаити расположены Доминиканская республика и республика Гаити. Погода в Северодвинске. Тропические острова явно не напоминает, каких сюрпризов нам ждать в выходные, знает ведущая рубрики «Небесная канцелярия» Ирада. Здравствуй, Ирада. Здравствуй, Сергей. Зимний шторм Ксавьер принес ураганный ветер в Европу, а в Северодвинске напротив буйство погоды утихает. «Небесную канцелярию» смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. За заслуги перед Отечеством Орден 12 северодвинцев удостоились высшей правительственной награды. Коварные правила кругового движения. Сразу две аварии произошли накануне вечером на площади Пашаева. О метео и астропрагнозах вам расскажет «Небесная канцелярия». И вас приветствует наш спонсор «Русская радио Северодвинск». 7 декабря по данным Гесметио в Северодвинске ночью ожидается 9 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра упадет до отметки минус 11, пасмурно – небольшой снег. Ветер юго-восточный и восточный – до 4 метров в секунду. Атмосферное давление будет медленно расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба. Несмотря на выходной день, астрологи уверяют – суббота подойдет для учебы, причем для изучения даже самых сложных дисциплин. Кому-то удастся обнаружить у себя таланты. Также день удачный для поездок, особенно романтических. Незапланированные встречи завтра приятно удивят. А наш спонсор «Русская радио Северодвинск» порадует 106,9 FM. Все будет хорошо. Я желаю вам приятного отдыха. До свидания. Все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Калаш. Будь яркой. Живи в цвете. Компания «Сервис Трой» поздравляет всех с наступающими праздниками. Только в декабре мы снижаем цены на потолки и дарим скидку на окна 10%. Компания «Сервис Трой». Мы уверены в качестве. Компания «Сервис Трой» с нами надежна. Есть новости. Звони. Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск». 8960 004 07 67. Билайн. 8911 550 30 08. МТС. Городской номер 50 30 08. Телевидение твоего города. Телерадиокомпания «Северодвинск». В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Директора и педагоги образовательных учреждений, врачи, геологи, представитель ЗАГСа, профессионалы своего дела из Северодвинска, Новодвинска, Шенкурского и Холмогорского районов удостоились правительственных наград. Накануне губернатора Архангельской области наградил северян орденами за заслуги перед Отечеством второй степени. Перечислить все достижения за 26 лет работы не под силу даже самой Ларисе Дорофеевой. Северодвинский ЗАГС считается одним из лучших в Архангельской области. Накануне руководитель дворца бракосочетаний удостоилась высшей правительственной награды. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени во второй раз в истории области наградили руководителя ЗАГСа. Когда любишь свою работу и работаешь с душой и по совести, не ждешь наград, в принципе, выкладываешься. Но когда твой труд оценен так высоко, конечно, гордость из-за свое дело, которому я уже 26 лет служил. В правительстве Архангельской области на торжественной церемонии государственных наград Российской Федерации удостоились 9 жителей региона. Из них 6 – северодвинские педагоги. Евдокия Тюкина отдала работе 46 лет. Сейчас учитель трудится последний год. Получить такое признание – самый лучший подарок на заре перед пенсией. В развитии 8-й гуманитарной гимназии ее заслуг немало. 16 лет назад Евдокия Тюкина сама разработала программу предмета «Психология». Первонаперво – это любовь к детям. Без нее, наверное, не было бы педагога. И уважение коллегам своим. Естественно, толерантность и прочие-прочие вещи. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени также удостоились. Также 13 человек – врачи и работники культуры удостойны почетных званий. Губернатор Игорь Орлов отметил, все награжденные являются признанными лидерами в своей профессии. Этими людьми может гордиться вся область. А высокая оценка труда станет стимулом к новым свершениям и успехам. Марина Хохлова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. 70 тысяч рублей снял с чужого счета 23-летний северодвинец. Молодой человек, незаметно для друга, взял его паспорт и сберкнижку, затем отправился в банк, где без труда обналичил круглую сумму. Подмены специалисты банка не обнаружили. Молодые люди, похоже, внешне. Позже, когда пострадавший понял, кто взял документы, его приятель во всем сознался. Теперь за похищение паспорта и мошенничество Северодвинец ответит по закону. О других происшествиях смотрите в рубрике «Протокол». Накануне сотрудники полиции провели профилактический рейд по выявлению нарушений закона о запрете курения в общественных местах. В этот раз участковые посетили центральную медсанчасть номер 58 и городскую больницу номер 2. Проверки были проведены на прилегающей территории, непосредственно на крыльце медицинских учреждений. В непосредственной близости также от медицинских учреждений запрещено курение табака. В ходе рейда выявили 10 нарушителей. Всех оштрафовали на общую сумму 5000 рублей. Авария произошла сегодня днем напротив седьмого дома по улице Лебедева. Столкнулись легковой автомобиль марки «Ниссан» и заводской автобус. По рассказам участников ДТП, «Ниссан» выезжал из двора и не успел затормозить перед движущимся на скорости автобусом. Здесь уже не первый раз. Еще бывает так, что вот дорога не поочищена. Машину разворачивает, вообще бросает на столбы. Тоже такой случай был. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Все обстоятельства случившегося будут раскрывать в ближайшее время. Сразу несколько ДТП произошли накануне вечером на площади Пашаева. Всему виной несоблюдение правил движения на данном участке дороги, считают инспекторы. В первом случае водитель автомобиля «Лада», находясь на кругу, вовремя не занял крайнюю правую полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота». Аналогичным образом в аварию попали Рено и Хендай. Водитель автомобиля Хендай пытался избежать удара и совершил наезд на припаркованный рядом Митсубиши. У нас очень часто происходят дорожно-транспортные происшествия на круговом движении, потому что очень многие водители не знают, как двигаться по круговому движению. Круговое движение является самым у нас сложным. И надо знать, что на круговое движение мы можем заезжать с любой полосы, как с левой, так и с правой. Но выезжать с кругового движения мы должны только с крайней правого ряда. К счастью, в происшествиях никто не пострадал. Данные ДТП были квалифицированы как административные. Взять потребительский кредит в Сбербанке сейчас под силу каждому россиянину. Необходимо лишь предъявить некоторые документы. Потребительский кредит выдается на любые нужды. Все дело вашей фантазии. Традиционно в преддверии Нового года Сбербанк предоставляет своим клиентам возможность оформить потребительский кредит на выгодных условиях. В этом году Сбербанк специально сделал данное предложение чуть раньше, чтобы у клиента оставалось достаточно времени перед Новым годом на реализацию своих планов и подготовку к празднику. Евгения давно пользуется услугами Сбербанка. Сейчас решила оформить потребительский кредит, чтобы порадовать близких в праздник. Скоро Новый год. Самый волшебный праздник. И хочется сделать хорошие подарки родным и себе. Узнала о предновогоднем предложении от Сбербанка и сразу решила им воспользоваться. Минимум документов, гибкие условия и удобные способы погашения кредита. Многие наши клиенты уже воспользовались предновогодним предложением от Сбербанка. Новогодние подарки, поездка за границу, ремонт квартиры или крупная покупка – все это возможно осуществить за короткие сроки вместе с потребительским кредитом на специальных условиях от Сбербанка. Спешите реализовать свои возможности, сделать выгодные приобретения и осуществить свою мечту вместе со Сбербанком. Успевайте оформить заявку до конца 2013 года и реализация вашей мечты станет не только приятной, но и выгодной. Телерадиокомпания «Северодвинск» Вестник «Северодвинск» о спорте. Накануне в зале «Сафу» состоялся шестой тур чемпионата города по мини-футболу. Болельщики смогли сполна насладиться футбольным зрелищем. На их суд команды представили три абсолютно разных матча. Вчерашний вечер в спортзале «Сафу» прошел под знаком мини-футбола. Болельщики смогли увидеть сразу три матча в высшей лиге города. Первыми на поле вышли команды «Наука» и «Энергия». Матч прошел с небольшим преимуществом подопечных Юрия Ильина. Стоит отметить первую четверку, которая и сделала результат. 6-4 «Наука» опять выигрывает. Второй матч стал голевой феерией. Можно сказать, что на поле была только одна команда. Как ни старался голкипер Беломорца. Но отдать ему должное, работы у него действительно было много. Но «Северин» деклассировал своего соперника. Счет матча говорит сам за себя. 22 крупное поражение Беломорца. Я могу выделить лучшего игрока матча. Это Самодуров Дмитрий. Так он забил 6 мячей и дал один голевой пас. Победа не скажем, что была дана легко. Просто она выиграна, скажем, на классе, скорее всего. Потому что игроки у Беломорца молодые. Куда стремиться? Стремиться, конечно, к лучшему. Стремиться к хорошей и качественной игре. Больше желания. Больше уверенности в себе. И результат будет приходить. Тренер у них хороший. Состав тоже довольно-таки неплохой. Но перспективный. Поэтому желаю удачи и таковы нет. В финальном матче вечера сошлись чемпион и серебряный призер прошлого года. На первых минутах «Севмаш» и «Океан» обменялись острыми уколами. В целом первый тайм прошел в равной борьбе. Чуть точнее оказались моряки. 2-1. Второй тайм откровенно испортило судейство. Рефери потерял нити игры. И матч стал очень грубым. Под занавес тайма Александр Глинский сравнял счет. Итог встречи – ничья от 2-2. Принципиальные соперники в последнее время стали. Настраивались на борьбу. Ну, так и получилось. 2-2. Думаю, закономерный результат. Постоянно разыгрываете пятого. Это натренировано уже. Много моментов создаете. Да, есть такое, что преимущество создаем у одного игрока на стандартах. Бьем по воротам. Но иногда приносит свои плоды. Сегодня, к сожалению, не по их зону. Но я думаю, что для нас ничья – это уже как победа. Потому что у «Севмаша» сами понимаете, какое положение. Слава Богу, что сейчас зацепили ничейку. Игра нервная. Но я скажу, что игроки «Севмаша» показали себя как единая команда. Следующий матч чемпионата города состоится в понедельник. На поле выйдут команды «Наука» и «Гудман МЧС». Константин Мухин, Семен Самигулин, «Вестник» Северодвинска. А час назад в спортзале 30-й школы состоялся финальный матч по баскетболу среди девушек старших классов. В главном поединке спартакиады встретились команды 17-го лицея и 8-й гимназия. Всего в первенстве по баскетболу среди девушек 10-11 классов участвовало 9 команд. Из трех групп до финала дошли три коллектива. 30-я школа заняла третье место, уступив гимназии. В главном финале гимназистам противостояли фаворитки турнира из 17-го лицея. В первой четверти на площадке была равная борьба, но к большому перерыву лицеистки вели в счете 25-10. Половина встречи прошла, 25-11 выигрываете. Не стыдно из года в год выигрывать? Нет, конечно. У нас большой опыт. На самом деле на школьном уровне уже все отработано, сыграно. А у восьмой школы так вроде не сыгранная команда, но 12-й номер тоже результативно играет. Как-то ее надо закрыть. Ну, мы в одной команде раньше играли. Но вот, конечно, если бы была в нашей школе, то я думаю, мы бы абсолютными были. Во второй половине матча девушки в белой форме только наращивали свое преимущество. Полина Сорокина накидала в корзину соперниц 24 очка. А ее команда одержала закономерную победу со счетом 48-22. Вновь 17-й лицей забирает золотые медали, а у восьмой гимназии серебро. На сегодня это все новости. О главных событиях недели смотрите в субботу в 19 часов в итоговом выпуске Вестника Северодвинска. Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам. Телефон для сообщений 8-911-550-3008. Или звоните номер 50-3008. Я с вами прощаюсь. Смотрите нас и все узнаете первыми. Удачных выходных. До свидания. Вот уже 30 лет специалисты завода работают под девизом «Все для здоровья – здоровье для вас». За это время они выпустили целую серию портативных медицинских аппаратов, которые помогают избавиться более чем от 60 различных заболеваний. Самый популярный прибор для домашней аптечки – Алмак. Он действует с помощью импульсного магнитного поля, которое совпадает с биоритмическими импульсами нашего организма. Алмак помогает при остеохондрозе, артрите, артрозе, заболеваниях сосудов и гипертонии. Пожилые люди могут использовать Алмак без посторонней помощи. А это МОВИД – настоящее спасение для мужчин, страдающих простатитом и аденомой. Теперь вы можете не затягивать деликатное лечение в клинике, используя МОВИД в домашних условиях в удобное для вас время. МОВИД сочетает в себе самые эффективные методы лечения – тепло, магнитное поле и вибромассаж. Выставка продажи в городе Северодвинск будет проходить с 5 по 8 декабря в аптеках Поморья, номер 11 на проспекте Ленина, 24, и номер 150 на морском проспекте 38. Хотите вернуться в лето? Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ивмаш» предоставляет такую возможность. По субботам на стадионе «Север» для вас работают воздушные аттракционы. Мы ждем вас с 14 до 18 часов. ФАРМА СЕВЕР Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Европа плюс Северодвинск». ДОБРОЕ УТРОЕ УТРОЕ УТРЕННЕЕ ШОУ НА ЕВРОПЕ ПЛЮС В субботу 7 декабря в Северодвинске ожидается ветер южный, юго-восточный, восточный, умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и к вечеру составит 752 мм артутного столба. Пасмурно-небольшой снег, тип погоды второй благоприятный. Температура ночью минус 8, минус 9, днем от 10 до 11 градусов ниже нуля. Спонсор прогноза погоды радиостанция «Европа плюс Северодвинск» 87,6 FM, номер один в России. Редактор субтитров А.Семкин